Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Кравцев Сергей, и мы сегодня занимаемся сексом с тревожной девушкой. Дорогие друзья, тревожная девушка – это сложный вариант. Дело в том, что само название типа личности говорит за себя. Тревожная девушка будет, во-первых, вас долго улыжать и проверять. Ну, понимаете, ей просто тупо из-за психотипа сложно расслабиться с вами. Поэтому это не будет вариант такого быстрого секса с тревожной. Поэтому она, как минимум, должна с вами познакомиться. Секс, помимо того, что, ну, не факт, что тревожная как-то разнообразит его, я очень сомневаюсь, если этот психотип выражен, она еще и будет, понимаете, возможно, у нее будут приступы тревоги во время секса. Она может концентрироваться на легкой боли, которая поступила, да, ну, мало ли, позиция немножко не та, да, еще что-то. Такое очень часто бывает. И если кого-то даже это может слегка завести, то тревожная может полностью переключиться на эту боль. И думать дальше только об этом. Естественно, это все отразится на ее лице. Скрыть она этого не сможет. Помимо того, что, скорее всего, она этого озвучит, ну, даже если она это не озвучит, то все будет написано лице. В общем, дальше, ну, будет секс с брюнышком. Вот. Ну, человек это беспокоит, понимаете. То есть это не характеризует никак, конечно, их в негативном свете, как люди, они могут быть очень замечательными в своем каком-то плане. Но, тем не менее, секс может вносить такой характер. И чем больше она будет акцентуации из минуты, тем больше это будет проявляться и вносить в разлад в интимную жизнь. Потому что секс с тревожной девушкой – это риск получить тревогу. А так как во время секса увеличивается пульс, а мы знаем, я вам уже говорил, что во время увеличения частоты пульса может возрастать тревожное состояние, она может испытывать чувство вот этой тревоги. И даже если она еще там когда-то у нее была на фоне всего этого склонность к панической атаке, она может испытать и паническую атаку. У меня была такая пациентка, у нее была невралгия седалищного нерва, она постоянно об этом думала. И как только, в общем, она испытывала, ну, похожие где-то там что-то рядом на ее ощущения во время интимной близости со своим мужем, она, значит, вот концентрировалась на ишиаде на своем, на седалищном нерве, хотя он у нее там воспалялся когда-то 3 года тому назад. Ей казалось, что он сейчас воспалится, она снова испытает эти боли, и все, концентрация уходила сразу на это. Поэтому, дорогие друзья, единственный выход здесь расслаблять тревожных, отвлекать их от этой тревоги, и вам понадобится терпение и смекалка. Ну, если вы хотите узнать об этом подробнее, пишите в комментариях, да пребудут с вами оргазмы, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok